Добрый день, уважаемые участники проекта «Мой дом, моя Россия» проводится Центром дополнительного профессионального образования «Альфа-Диалог» при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации. Мы продолжаем сегодня говорить о детях, которые оказались в условиях Великой Отечественной войны. Этот цикл занятий им было всего лишь 13. Мы с вами уже смогли вспомнить подвиги пионеров-героев, представить себе действительно невозможную блокадную жизнь детей в Ленинграде. С искусствоведом посмотрели, как художники изображали войну. И сегодня у нас очень важный разговор о том, какой была повседневная жизнь детей в те страшные годы. Представляю ведущую Ирину Владимировну Грибан, кандидата исторических наук, директора Центра культурно-образовательных проектов Уральского государственного педагогического университета. Ирина Владимировна, мы очень рады, что вы участвуете в нашем проекте. Спасибо вам большое и вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Я тоже очень рада, что мне удалось присоединиться к такому интересному масштабному проекту. Благодарю организаторов за такую уникальную возможность. Скажите, пожалуйста, всем ли хорошо слышно, видно в чате? Пожалуйста, поставьте плюсики, что вы на связи, что все хорошо. Так, да, все хорошо. Отлично. Новосибирск даже на связи, такая у нас география. Итак, я сегодня хотела бы рассказать о нашем опыте, опыте Уральского государственного педагогического университета. Каким образом мы обратились к теме «Дети войны», как мы работали над этой темой и каким образом использовали материалы, полученные в результате нашего исследования в учебно-воспитательном процессе, ну и поделиться какими-то своими размышлениями по этому поводу. Прежде всего, конечно, мне хочется сказать, что мне и моему поколению очень повезло, потому что все-таки, во-первых, мне удалось еще пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. Мне удалось узнать об опыте тех людей, которых относят к категории «труженики тыла». Моя прабабушка была труженицей тыла и всю войну работала в очень тяжелых условиях здесь, на Урале. Мне повезло еще и потому, что я знаю очень много представителей поколения детей войны, тех, кто самый тяжелый, на чье детство был самый тяжелый период Великой Отечественной войны, еще детство, самый светлый момент в жизни был омрачен войной. И, собственно, почему мы обратились к теме войны? В 2008 году я начала работать в Музее истории Уральского государственного педагогического университета. И вот эти люди, представленные на слайде, Анатолий Андреевич Сердюков, директор музея, предыдущий руководитель и председатель Совета ветеранов университета Валентина Григорьевна Сыровачева, обратились с такой идеей, инициативой изучить воспоминания детей войны. Поскольку как раз тогда шла подготовка к очередному юбилею победы, к большому юбилею победы в Великой Отечественной войне, и они обратили внимание на то, что и ветераны уже уходят, к сожалению, из жизни, но уходят уже и представители поколения детей войны. Те носители живой памяти о войне, которые могли бы еще поделиться своим опытом. И вот в тот момент мы занялись сбором воспоминаний. Оказалось, что в нашем университете на тот момент работали, либо были в списках ветеранов университета, более 120 представителей поколения военного. То есть именно люди 1927-1945 года рождения, на чье детство как раз выпал военный период. И оказалось, что все это люди с очень интересной биографией. И хотя они не сражались на фронтах Великой Отечественной войны, но они тоже пережили все эти тяготы и лишения военного времени. И война не сломила их. Оказалось, что каждый из этих людей, пережив лишения, голод, потерю близких, страх за судьбу близких, все-таки смог стать очень достойным, хорошим человеком. И всю жизнь они посвятили потом служению Родине. Мы занялись сбором вот этих воспоминаний и в 2010 году, в юбилею Победы, издали сборник «Дети войны». Вот так он выглядел у нас. Это была наша первая такая проба. И словами, открывающими этот сборник, стали стихи Нинель Дмитриевны Шуровой, участницы проекта «Ветерана педагогического труда». И вот они представлены на слайде. У нас и детство отняла война. И юности года омрачены войною. И, может быть, поэтому всегда мы ценим жизнь особую ценою. Страшнее страшного был каждый новый день. И смех детей, перекрывая звонки, нас всех к земле давила злая тень почти что неизбежной похоронки. Но день настал. Седьмой десяток лет. Мы празднуем победу из побед. Это небольшой кусочек из ее стихотворения. Но когда она на встречах его сама читала, конечно, это было нечто особенное. Невозможно было без волнения, без слез слушать воспоминания этого человека. И, наверное, нам очень тоже повезло, в очередной раз скажу об этом, что мы эти материалы смогли увековечить в нашем сборнике. Оказалось, когда мы собрали воспоминания, что действительно все истории очень разные. У нас в силу того, что все-таки тыловой регион, и есть тоже некие такие особенности, большая часть детей войны, большее количество представителей детей войны оказалось теми, кто либо жил в тылу. То есть это выходцы из Свердловской, Курганской, Пермской областей. Либо вторая категория – это те, кто во время войны оказались на оккупированной территории и уже впоследствии были эвакуированы. Либо уже в послевоенное время оказались на Урале. Приведу несколько историй, потому что мне кажется, что эти истории говорят сами за себя. Это истории, каждый из которых поучительно, каждый из которых достойно того, чтобы ее изучали. Александр Алексеевич Гнатюк. Он оказался на оккупированной территории, он был еще совсем маленьким. И вот его воспоминания. «Начало войны я не помню, но очень запомнил некоторые события этого периода. В 43-м году маму и меня хотели вывезти в Германию. Узнав об этом, мама со мной на руках выскочила в окно и убежала в поле. По направлению нашего побега немцы открыли огонь. Этот случай я помню очень хорошо, так как мама своим телом закрыла меня от пуль, а потом сетовала, что если бы ее убили, то она могла задавить меня своим телом». Конечно, когда появляются свои дети, мне кажется, по-новому совершенно воспринимаешь вот эти истории, потому что представляешь себя на месте этой матери и думаешь, как бы ты себя повел, а смогли бы мы, люди из благополучного 21 века, вот так себя повести, выжить в этих ужасных, экстремальных, бесчеловечных порой условиях войны. История еще одного человека, тоже оказавшегося на территории оккупированной Беларуси. Анатолий Андреевич Сердюков, который долгое время работал директором музея истории нашего университета, кандидат исторических наук, доцент, очень такой серьезный, ответственный человек, который сейчас продолжает заниматься историей. Он рассказывал о том, как во время оккупации пришлось пережить ему многое, конечно. Вот на слайде представлен один из эпизодов, но мне запомнилась больше всего история о том, как пришли немцы в деревушку в Беларусь, и все население успело сбежать в лес. А потом отправили какую-то самую старую бабушку, которой, видимо, уже было нечего терять, на проверку, ушли немцы или нет. Она ходила, вернулась, сказала, что немцы ушли, и все вернулись в деревню обрадованные. Но через некоторое время снова немцы вернулись с мотоциклистами, с собаками, и всем пришлось бежать. И вот Анатолию Андреевичу было на тот момент 4 года, и он рассказывал о том, как они с матерью побежали в лес и спрятались под кучей хвороста. И под этой кучей хвороста они пролежали практически целые сутки, и мать все время зажимала ему рот рукой, чтобы он не кричал, не плакал, потому что немцы проходили очень близко, отправили там в погоню. И когда мимо них проходили те, кого поймали, одна из женщин споткнулась и упала. И увидела, что они прячутся, взглядом встретилась с матерью и с ребенком. И промолчала, хотя, конечно, могла бы выдать, но не выдала их. И вот они пролежали там практически сутки, и когда он говорит, в конце концов, стало очевидно, что опасность миновала, и что надо пытаться вернуться в деревню, когда они встали, к матери пропал голос, видимо, от волнения, от того, что она не то, что сутки без воды провела, но самое главное еще и на нервной почве. Вот когда слушаешь такие истории, конечно, не знаю, лично у меня мурашки бегут по коже, потому что невозможно вообще представить переживания и этой матери, и мальчика четырехлетнего, который сутки сидел и молчал под вязанкой хвороста. Это одна из историй об оккупированном детстве. Еще одна история Нинели Дмитриевны, которая как раз написала стихотворение. Видели повешенных и расстрелянных, научились просить хлеба, приютить на ночлег, что-либо одеть. Особенно запомнилось 1 сентября 1941 года, без привычного школьного звонка. В этот день мы видели, как немцы овчарками затравили живого человека только за то, что он был китайцем. Нинель Дмитриевна во время войны начальный период оказалась на территории Смоленском. Затем тоже вынуждена была искать приюты. Очень сложный был этот период. Подробнее со всеми этими историями можно ознакомиться в нашем сборнике. Потом я расскажу, где можно будет его найти. Другая категория детей войны – это те, кто провели детство в тылу. И когда мы обращались к ним с просьбой рассказать о своем опыте, поделиться воспоминаниями, первая реакция у них была – да ну мы же не были на оккупированной территории, мы не из блокадного Ленинграда. Наше детство было как обычное детство, просто детство в тылу. Но когда они все-таки соглашались рассказать нам, то оказывалось, что и это тоже очень интересные воспоминания, очень необычные для современной молодежи. И тоже то, что стоит сохранить, что нужно запомнить. Лично для меня, как и для историка, представляет интерес вот этот эпизод – воспоминания Августа Соломоновича Белкина. Это уникальный педагог, доктор педагогических наук, профессор. Это возможно в педагогическом сообществе, которое сегодня здесь проводилось. Наверное, многие слышали о нем и читали его труды. И вот этот уникальный человек даже к воспоминаниям своим подошел с чувством юмора и рассказал о том, что, конечно, когда узнали о войне, когда прослушали объявления о начале войны, все мгновенно изменилось. Солнце закрыли облака, все потемнело, эти толпы отдыхающих потянулись к выходу на трамвайную остановку. Около магазинов чуть позднее столпились огромные очереди, все скупалось без разбора. В первую очередь соль, спички, сахар, сухари. И вот здесь очень интересно, меня, в отличие от старших, это не волновало. Меня, вот он признак детского сознания, обрадовало известие о войне. Сколько теперь кинофильмов новых появится, подумала я. На тот момент ребенок еще не осознал, насколько страшная трагедия наступила. Конечно, прошло несколько дней, и весь трагизм ситуации стал понятен. Пришла повестка из военкомата и отцу, и родным, и соседям. Школы начали переоборудовать в госпитале, потоки беженцев. И вот дальше он рассказывает о том, как в их 13-метровой квартире поселилось вместе с семьей их из 4-х человек еще 17 беженцев. Сегодня нам даже представить, наверное, сложно, такое количество людей на квадратный метр. И Август Соломонович, так же, как и другие ребята из двора, он жил в Свердловске, создал Тимуровский отряд, командиром этого отряда стал. И ребята ходили по многоквартирным домам с просьбой, дайте что-нибудь до раненых воинов. И как он тоже с улыбкой говорил, и ведь нам всегда давали, никто не отказывался, даже те, у кого, казалось бы, совсем ничего нет. А затем, рассказывал он, они шли в госпиталь, в здании техникума советской торговли. И в палате тяжелораненых не только раздавали подарки, но и устраивали концерты, пели песни, читали стихи, играли на гармошке и гитаре. И этот отряд действовал до 43-го года. А потом для него начался новый период, школьная военная подготовка. И тоже очень интересный момент, он говорит о том, что День Победы, конечно же, День Победы запомнился ему как один из ярчайших эпизодов. И особенно трогательным для него потом было обращение с беженцами, которые жили у них всю войну, а потом плакали от радости, что они вернутся на свою историческую родину. Но особая радость от Дня Победы 9 мая была для меня дополнена мыслью. Ура, не будет контрольной по физике и немецкому языку. Все-таки, да, несмотря ни на что, это был ребенок. Детство в тылу – это, конечно же, тяжелая работа. Ираида Алексеевна Акчурина, еще один ветеран нашего университета, который тоже всю свою сознательную жизнь проработала в стенах нашего вуза, рассказывала о том, как их школа взяла шефство над ранеными и помогали кормить раненых с ложки. Много было тяжело раненых. Помогали писать письма, читали газеты, книжки, относили письма на почту, ставили концерты и так далее. Необходимо отметить, что, конечно, в реализации нашей идеи о сборе воспоминаний мы приступили все-таки очень вовремя, потому что тогда, в 2010 году, еще было много представителей поколений детей войны в живых. Сегодня многие уже ушли из жизни, к сожалению, ираида Алексеевна тоже. Интересно, что очень многие вспоминали не о каких-то сложных моментах, не о каких-то негативных моментах в период военного времени. Вот, например, Элеонора Борисовна Ануфриева, очень творческий человек, всю жизнь проработавшая на музыкально-педагогическом факультете нашего университета, рассказывала о том, что ей очень повезло, и к ней эвакуировались из города семья и родственников с двоюродной сестрой. И сестра училась в музыкальном училище. И вечером они устраивались в темной комнате на диване, начинались чудеса. В ее жизнь ходили кот в сапогах, золушка, карлик-нос, мальчик-спальчик. И детство свое она вспоминает как исключительно сказочно-музыкальное, потому что были вот такие светлые моменты. Хотя при этом, конечно же, она отмечает, что атмосфера домашней жизни была связана и с занавешанными окнами, и с запахом горячей свечи, и с голосом левитана. И, забравшись в шкаф, где было тепло и уютно, она слушала сообщения Советского информбюро. Сложная, очень такая тяжелая трудовая судьба у Николая Григорьевича Колчина, который тоже уже в таком достаточно сознательном возрасте, поэтому на его хрупкие плечи лег тяжелый труд во время Великой Отечественной войны. И вот он рассказывал о том, как мама впрягалась и тащила плуг, а он, наклоняясь, нажимал на него, удерживал в земле. Потом таким же образом воронили землю, таская по полю в ворону. Конечно же, работа не из легких, и первые, особенно военные зимы, переживали очень непросто. И вот когда мы работаем с нашими студентами или проводим занятия со школьниками, то как раз эти эпизоды, мне кажется, оказывают наибольшее эмоциональное влияние. Потому что сегодняшним нашим детям очень сложно понять, что бывает такое, что нечего надеть, нечего поесть. Надо признать, что мы живем в очень благополучное, сытое время. Нам не знакомо, к счастью, чувство голода. И вот когда рассказываешь о том, что обуви не было, рос Николай Григорьевич в быстрых лет, как раз такой подростковый. Вся моя обувь уже мне не подходила, купить было не на что. Обвязывал ноги портянками, а сверху надевал лапти, крепко прикрепляя их веревками к ноге. И дальше он рассказывал о том, что в один момент так сильно примерзли эти лапти, сильно обморозился, что потом несколько недель вообще не мог ходить. Обращая на себя внимание и то, что детство после войны, в первые послевоенные годы, было тоже не самым безоблачным и радостным. По-прежнему очень многих вещей, самых необходимых, не хватало. Многие оказались без кормильцев, без отцов. У многих погибли родные на фронте. Многие семьи оказались разрушены. И вот Галина Павловна Абрамович, тоже очень интересный человек, большую часть своей жизни проработавшая в библиотеке нашего университета, более 20 лет возглавляла эту библиотеку. Рассказывала о том, что ей запомнилось больше всего. Ей запомнилось, как были очереди, как занимали очереди с раннего вечера, стояли до открытия магазина. И рассказывала о простых лакомствах, которые в то время казались самым вкусным, что есть на земле. Растительное масло в блюдце, подсаливали его и кусочком хлеба макали. Вкусно было. Лакомством были картофельные драники. Сахара не было, но зато была вяленая в печи морковь. Очень вкусно. Многие обращали внимание на то, что, конечно, самым лучшим периодом в этом плане был период с весны до поздней осени, когда можно было питаться, что называется, подножным кормом. В суп собирали крапиву, для каши выкапывали саранки, ели молодые побеги сосенок, а осенью грибы, ягоды. И обо всех этих тяготах и о том, что сегодняшним детям, наверное, даже сложно представить, все представители поколения детей войны рассказывали на позитиве, без какого-то, знаете, негативного контекста, без каких-то переживаний по поводу того, что это было так. И вот это, я считаю, наверное, самым уникальным явлением, что во всех этих воспоминаниях детство все равно сохранилось как самый светлый, самый яркий период в жизни, несмотря на все то, что им пришлось пережить. Вот на слайде представлено несколько цитат. Да, детство есть детство. Даже в военные годы происходили интересные и приятные события, и добрые, и веселые. Детство – это что-то светлое, чистое, радостное. Детство в чем-то определенное все же было богато развлечениями, играми. И рассказывали о том, что были близки к природе, что много играли на свежем воздухе, что было раздолье для катания с гор на санках, лыжах, пусть это даже были приспособленные доски. Жили в мире домашних животных и птиц, ухаживали за ними. И порой, когда читаешь вот эти строки, понимаешь, что в этом плане сегодняшнее наши городские дети, пожалуй, очень сильно обделены. Потому что сегодня не отпустишь так просто зачастую во дворе детей погулять или не покажешь им так просто домашних животных. Нужно куда-то поехать для того, чтобы рассказать о том, как выглядит корова, например. В этом плане детство было ближе к природе. И, наверное, все-таки стоит отметить особый позитивный настрой всех людей, переживших войну. Они по-другому вообще оценивали все то, что происходило. И вот этот период детства запечатлелся все равно в их воспоминаниях, как самая яркая, самая добрая, самая светлая. Что еще удивительно, очень многие отмечают роль чтения. Они говорят о том, что чтение помогало отвлечься от тягот бытия, от того, что вокруг происходило. И Игорь Ахмедович Гениатуллин, тоже один из наших преподавателей, говорил о том, что чтение было массовым увлечением, всеобщее, тотальное, как сказали бы сейчас, среди детей и взрослых. Рассказывал о том, каким стремлением люди шли в библиотеку, как стремились получить дефицитные книги, например, о приключениях. И самым главным моментом был тот момент, когда счастливчики усаживались на заветное место на диване, моментально погружались в текст, боясь упустить хотя бы минуту. Вот такими воспоминаниями поделились с нами наши педагоги. И, конечно, когда мы опубликовали этот сборник воспоминаний, всего там у нас было более 40 текстов размещено, мы подумали о том, как дальше с ними работать, мало их сохранить. И в тот момент, когда мы обрабатывали эти тексты, пришло осознание, что, пожалуй, сегодня эти воспоминания и публикации этих воспоминаний, они важны не столько детям войны, они важны прежде всего нам, потому что это уникальный источник, который необходимо сохранить, необходимо передать дальше и необходимо подумать, как же с ним быть, как его использовать в учебном воспитательном процессе. И следующим этапом стало создание такого проекта, который назывался «Одна на всех победа» «Цикл интерактивных занятий для воспитанников детских домов». Инициаторами выступили наши студенты, которые решили обратиться к детям, воспитанникам детских домов, поскольку именно они лишены непосредственных воспоминаний. Если у нас еще есть возможность пообщаться с бабушками и дедушками, то у них этой возможности нет. И вот эта непосредственная память о событиях Великой Отечественной войны, она прерывается. И студенты вместе с нашими преподавателями разработали цикл интерактивных занятий, среди которых были занятия по этим темам. «Письма с фронта», «Оккупированное детство», «Тяжелый хлеб», «Одна на всех победа». В каждом из этих занятий мы использовали фрагменты воспоминаний детей войны, которые были у нас опубликованы. Все эти методические разработки у нас есть, и мы тоже готовы поделиться, конечно же. И итоговым занятием была встреча «Одна на всех победа», когда дети из детского дома приехали к нам в университет. Мы пригласили представителей детей войны, и они смогли пообщаться вживую. И это был уникальный опыт. Конечно, я очень сильно переживала за успех этого мероприятия. Думала, что незнакомые дети, незнакомые взрослые, как они смогут найти контакт. И вообще, ну, все равно это специфичная такая категория детей. И все мои опасения оказались напрасны, потому что контакт удалось установить очень быстро, очень легко. И они, видимо, эти дети, настолько изголодавшиеся вот по такому непосредственному живому теплому общению, очень хорошо восприняли наших педагогов, представителей поколения детей войны, и пообщались с ними, как с родными бабушками и дедушками. Встреча была очень теплая, очень добрая. И, конечно, жаль, что нам не удалось сделать такие встречи многократными. Кроме того, на каждом занятии ребята привлекали к участию наш студенческий поисковый отряд и представители движения исторической реконструкции. Вот такие яркие фотографии остались у нас на память. Ну, в качестве примера, да, большой интерес вызвала, например, попытка написать письмо чернилами. Конечно, не такими. Мы рассказывали о том, какими средствами, письменными принадлежностями пользовались дети во время войны на основе как раз воспоминаний, потому что там были разные истории. Кто-то из свеклы делал чернила, кто-то уголек раздавливал и писал, кто-то писал на обрывках газет на полях. То есть были разные истории. И вот как раз такой опыт тоже оказался очень живым, интересным для современных детей пописать первыми ручками. Это целое приключение. Ну, а затем мы решили, что, наверное, не стоит останавливаться на достигнутом. И, опять же, студенты, наши студенты, представители поискового отряда STIPS выступили с инициативой развивать этот проект дальше, дополнить воспоминания, опубликовать новый сборник. И в 2016 году наша студентка Елена Карпушкина выиграла в грантовом конкурсе Российского молодежного форума Таврида следствия на публикацию нового сборника. И результатом стало уже второе издание, в котором мы постарались побольше уже материалов разместить, опросить тех, кто раньше оказался обойден нашим вниманием. И вот такой сборник у нас появился. И, конечно, мне очень запомнилась встреча, когда мы организовали презентацию этого сборника. И вот инициаторы проекта Анатолий Андреевич, Валентина Григорьевна тоже присутствовали на этой встрече. И увидели, что, в общем-то, их идея не оказалась напрасной, что мы постарались ее воплотить в жизнь и, более того, привлечь к этому еще и наших студентов. И вот как раз тогда прозвучала эта фраза, которая исходила как раз от студентов, о том, что эти воспоминания сегодня гораздо больше важны для нас, для тех поколений, которые узнают об истории войны из книжек, из учебников, из фильмов, из компьютерных игр. И вот возможность познакомиться с такими оригинальными текстами, это, конечно же, очень важно. Блог этот об истории проекта и о создании этой книги мне хотелось бы завершить тоже словами и стихотворения Нелли Дмитриевны, потому что мне кажется, что они очень эмоциональны, они говорят сами за себя. «Представить трудно, как мы выжили тогда, как и голодая день и ночь трудились, как, заменив ушедших у станка, мы вместе с ними за победу бились, а в сердце каждого рукцом остался свет тех страшных дней войны, что пережиты нами, чтобы не гас в душе тот прежний яркий свет, служение миру добрыми делами». И здесь, конечно, тоже хочется отметить, что люди с разными судьбами, люди с разными историями. У кого-то родители погибли, у кого-то погибли братья и сестры, кому-то пришлось провести часть детства в детском доме. Но тем не менее все вот эти люди, которые пережили лишения, страдания, боль, сумели сохранить в себе настолько много света и тепла и до конца своих дней этим светом с нами делиться. И вот это, мне кажется, как раз то, что является уникальным в этом поколении. Даже вот эти слова, эти стихи, она завершает фразой о служении миру добрыми делами. И вообще, наверное, стоит отметить, что каждая встреча с представителями детей войны, ну, лично для меня, это прикосновение к чему-то теплому, доброму, великому, потому что они всегда очень позитивно настроены. Если обобщить наш опыт работы с воспоминаниями, то какие формы работы можно было бы порекомендовать? Ну, во-первых, конечно, хотелось бы обратить внимание на то, что сами по себе эти тексты являются отличным источником для того, чтобы их просто читать с детьми. И, например, я со своими детьми такое практикую. И мне хотелось бы в качестве примера зачитать одну историю, которую я, правда, не могу читать без слез, но я постараюсь. Валентина Павловна Ручкина, тоже кандидат в педагогических наук, доцент, всю жизнь проработавшая в нашем ВУЗе, поделилась очень коротеньким воспоминанием. Ее воспоминания уместились на одну страничку, но мне кажется, что это история, которая может войти в хрестоматию. Мое детство прошло в послевоенное время. В памяти остались только отрывочные воспоминания. В целом, сметло и радостно, поскольку лучшее время для каждого человека – это детство. Часто вспоминаю одну ситуацию из далекого детства, и эти воспоминания вызывают у меня и сегодня чувство нелоккости, неудовлетворенности и даже стыда. Мой отец погиб на фронте. У мамы осталось двое детей – я и мой брат. На фронте погибло еще пять маминых братьев. У двоих братьев остались большие семьи. У одного четверо, а у другого пятеро детей. Старшей девочке моей двоюродной сестре было девять лет. Воспитание детей тогда сводилось к тому, чтобы накормить их и проверить, все ли дела сделали дети, пока взрослые на работе. Там, где пятеро детей в семье, шестой ребенок уже не помеха, так рассуждали в те годы. Но в тот день, о котором я вспоминаю, вероятно, я была лишней, хотя мне об этом никто и никогда не говорил. Особой еды в доме не было. Да и не помню, чтобы мы, дети, особо о ней задумывались. Щи, картошка, чай с утра до вечера. А в этот день тетя принесла неполную литровую банку молока. Мигом все были за столом. Тут же появились граненые стаканы. Тетя стала разливать молоко в стаканы, наливая чуть больше половины стакана. И молока хватило только на пять стаканов. Она раздала их младшим детям и мне. А старшей дочери не хватило. Помню, как плакала старшая дочь. Ей тоже хотелось молока, ведь ей было чуть больше девяти лет. А тетя ее успокаивала, говорила, что в следующий раз обязательно достанется, что она большая и может подождать до следующего раза. И в этот момент я поняла, что пью чужое молоко. И первая мысль, которая меня посетила в то время, сейчас я поделюсь. Сделаю глоточек и отдам мне не остальное молоко. Еще глоточек, еще только маленький глоточек. Так хотелось молока. Еще только последний глоточек и отдам. Но глоток не хотел заканчиваться, и я все набирала в рот это молоко. Сделав последний глоток, я посмотрела в стакан. Там на дно капельки сбегаются. И дно видно. Я протягиваю этот стакан сестре и смущаясь говорю, возьми, вот только столечко почему-то осталось. Мне кажется, что такие истории вполне могут быть востребованы сегодня и на уроках истории, и на уроках литературы, потому что обращение к такой конкретной, очень коротенькой истории, мне кажется, для современных детей может дать больше, чем длинные параграфы, посвященные каким-то конкретным битвам или сражениям, потому что для наших сегодняшних детей очень важно, мне кажется, эмоциональное проживание того, что было тогда. Еще одной формой работы, которую мы используем, которая себя оправдывает, являются литературные гостиные, когда по каким-то аспектам истории войны мы встречаемся со студентами, иногда со школьниками, и приглашаем обязательно наших ветеранов университета и представителей «Поколение детей войны». Интерактивные занятия, о которых я уже говорила, и которые тоже позволяют вовлечь детей в активную форму взаимодействия, потому что просто рассказать им о чем-то сегодня это не работает, они все сегодня в гаджетах, в телефонах, в планшетах, в интернете, и поэтому очень сложно найти те струнки, которые бы на них подействовали. Кинолекторий, просмотр фильмов, и вот здесь тоже очень интересно, мы не так давно с коллегами из университета проводили исследования по поводу памяти о войне современной молодежи, и задавали такой вопрос, какие фильмы о войне вы смотрели в военном времени? И оказалось, что 80% наших студентов вспомнили не классические какие-то наши фильмы о войне, они вспомнили «Мальчик в полосатой пижаме», «Список Шиндлера», то есть зарубежные фильмы, которые, безусловно, являются тоже шедеврами в мировой культуре, но именно наш опыт, опыт нашего населения в годы Великой Отечественной войны, он остался за кадром, и вот как раз Кинолекторий мог бы помочь решить эту проблему и обратиться к, возможно, не самым популярным, не самым известным фильмам, но проанализировать их, может быть, привлекая и ветеранов, имея в виду детей войны, потому что, конечно, сегодня ветеранов уже практически не осталось среди нас. Еще одна форма работы – это диалог на равных, это просто встреча с представителями поколений детей войны. Конечно, здесь сложно это организовывать технически, потому что необходимо провести такую подготовку, чтобы это оказалось действительно интересно, живо, для того, чтобы это было востребовано, для того, чтобы это, опять же, нашло эмоциональный отклик у ребят. Исторические дебаты. На примере вот этих документальных свидетельств, воспоминаний детей войны можно проводить в такую форму, как дискуссии или дебаты, используя в том числе современные методы работы, используя современные средства типа какого-нибудь ментиметра, но при этом в основу тоже брать вот эти воспоминания. Ну и, конечно же, классические формы работы – классные часы или интервью. То, что сегодня еще возможно, это обращение к опыту работы с воспоминаниями. Можно дать такое задание, как, допустим, взять интервью у родственников, если такая возможность еще есть, представителей поколений детей войны. В качестве дополнительных ресурсов, которые я могла бы порекомендовать и которые мы часто используем в своей работе. Вот я здесь указываю два. Это Всероссийская многофункциональная гражданско-патриотическая платформа «Живая история», созданная нашими студентами и преподавателями в нашем университете. На данный момент там размещено более 6 тысяч работ, и это в основном методические материалы, среди которых очень много материалов, посвященных изучению Великой Отечественной войны, и в том числе проведению классных часов, в том числе и по теме «Дети войны». Вот по этому QR-коду, который представлен на слайде, можно перейти на этот сайт и воспользоваться этими материалами, в том числе и материалами проекта «Другое детство». Еще один ресурс, который тоже я могла бы посоветовать, это конспекты уроков, каталог для учителей, преподавателей и студентов. Там на данный момент размещено более 80 тысяч материалов, что очень удобно. На этом сайте материалы все разбиты по категориям, по классам и по предметам. И вот я просто ввела в поисковике «Дети войны» более 2400 различных материалов методических для проведения классных часов, уроков по истории, связанных как раз с тематикой «Детей войны». Вот, собственно, тот опыт, которым я хотела бы поделиться. Конечно, можно много говорить о каждой истории, потому что, ну, лично для меня история каждого человека, с которым мне удалось пообщаться в рамках нашего проекта, в рамках нашей работы, она уже более личная, и я всех этих людей знаю, и очень счастлива, что меня с ними свела судьба. Но, наверное, стоит нам еще с вами пообщаться и обсудить какие-то вопросы, если они есть. Ну и, конечно, все-таки вывод, который мне хотелось бы сделать, заключается в том, что сегодняшние дети, дети цифрового, 21-го, счастливого века, к счастью, они не знают о том, как это страшно, когда война, когда решение и страдания. Но, мне кажется, обращение вот к таким эпизодам должно сформировать не только знания о Великой Отечественной войне, сколько может быть воспитать чувство эмпатии, во-первых, а во-вторых, наверное, научить ценить то, что у нас сегодня есть. Потому что, ну, действительно, я это вижу по своему ребенку, что все сегодня достается очень легко и просто. Захотели новую одежду, купили новую одежду, захотели новую тетрадку, не такую, а вот с героями холодного сердца, купили новую тетрадку с героями холодного сердца. И обращение к тому, что еще совсем недавно в исторических масштабах была такая трагедия, и дети переживали вот то, что пережили герои нашего проекта, это, конечно, очень важно, я считаю. Спасибо за внимание, готова ответить на ваши вопросы. Дина Владимировна, большое спасибо. Слушала вас и понимала, что вы удивительно, чутко, глубоко, внимательно понимаете и работаете с этой темой. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые участники проекта, сейчас микрофон свободен, вы можете задать вопросы, поделиться своими впечатлениями. Пока, может быть, вы думаете, я прочитаю, что пишут наши участники в чате. Всегда рассказы о войне, и тем более о детях войны, вызывают слезы и чувства боли. Я стараюсь донести эти чувства до детей современных. Часто говорим об этом на уроке. Елена пишет, Ирина Владимировна, вы правы, у детей войны особая закалка и чувство любви к жизни. Слушая их воспоминания на встречах, всегда поражаешься, как они до сих пор сохранили и юмор, и бодрость, и энергию любят петь. В то же время, они с болью вспоминают детство, условия жизни, труд непосильный на полях колхозных. Да, еще участники пишут, материал бесценный, спасибо за информацию. И уточняют, есть ли, Ирина Владимировна, проект, сборник, вернее сборник в открытом доступе, в электронном виде, можно ли его прочитать? Да, спасибо за вопрос. Как раз, когда я готовилась к нашей сегодняшней встрече, я поняла, что не так просто его найти, оказывается, в открытом доступе. Вот, и поэтому мы его обязательно прямо сегодня разместим на ресурсе «Живая история». Если кому-то нужен вариант ПДФ, можете мне написать, я свою почту на слайде показала, и я с радостью поделюсь нашими материалами, потому что я думаю, что герои нашего проекта не были бы против того, чтобы вот эти материалы не остались просто лежать где-то на полках, а были использованы в учебном процессе. Спасибо. Мы отправим материалы всем участникам, всем зарегистрировавшимся участникам. Надежда Ивановна, вам слово. Я хочу еще раз поблагодарить Ирину Владимировну за предоставление опыта. И у меня такой вопрос. Мы когда-то готовили наш проект из Санкт-Петербурга, мы нашли в интернете вот единственный памятник детям-труженикам войны, и это именно Екатеринбург. Вы можете немножко про эту историю рассказать? Больше нигде такого нет, а вот это очень важно, что вот ваша идея была замечательная, потому что дети рассказывают детям, дети того времени, и это такой мост, и трудно не согласиться, что именно эмпатия, да, может понять из такой поколенческой, да, вот у нас связь продолжается, а не общество потребления, да, в котором мы дети в настоящий момент. Не все, я не хочу сказать обо все, но вот очень бы не хотелось. Тем не менее, практически все, нужно сказать, да. Спасибо за вопрос. На самом деле, я не стала добавлять в презентацию фотографию нашего памятника, потому что, ну, когда мы погрузились в тему, оказалось, что все-таки памятники детям войны у нас есть в стране, причем их несколько, и есть разные аспекты, там, и жизнь в тылу, и дети рядом с матерью, но вот конкретно наша композиция, которая на территории нашего университета находится, она посвящена детям и друженикам тыла, и там как раз показаны в качестве фрагмента экспозиции, ну, например, ребенок, который держит огромный снаряд в руках, который, ну, вот, видно, что это ему не по силам, да, что-то непосильный для него труд, но такие условия, и не случайно памятник появился именно у нас, наш университет находится в историческом районе Уралмаш, где как раз во время войны размещались ключевые оборонные предприятия, которые были эвакуированы из других областей нашей страны, и как раз там, в общем-то, очень многим детям того времени пришлось трудиться, поэтому у нас, конечно, ежегодно проходят несколько раз в год памятные мероприятия, посвященные Дню Победы и отдельно Дню Ветеранов, Дню Пожилого Человека, митинги, посвященные детям войны, и, конечно, всегда в этом молодежь тоже активно участвует. Еще, знаете, хотелось бы по поводу общества потребления сказать, что, мне кажется, сегодня дело даже не в обществе потребления, а в том, что, в принципе, наши дети сегодня живут в других реалиях. Мы можем бесконечно сокрушаться, что они не знают, что такое там Курская битва, или они не понимают, кто такой друженик тыла. Но не так давно я начала читать своим ребенком стихотворение о русской женщине. Да разве об этом расскажешь, какие ты годы жила? И я поняла, что она меня не понимает. Не потому, что она какой-то неумный ребенок у меня, да. Нет, мы с ней очень много читаем и говорим. Но я росла в деревне, и мне было понятно, что такое серп, что такое там, да, просто поле обрабатывать. Мне это как-то было близко и понятно. А ей оказалось необходимо объяснять каждое слово, просто потому, что в современной картине мира этих явлений нет. В ее картине мира есть там смартфоны, голосовой помощник Алиса и так далее. И это неплохо, нехорошо, это просто факт. И поэтому для того, чтобы вот объяснить, приходится сегодня приложить особые усилия. Ну, мне кажется, мы именно этим мы должны наше молодое поколение как-то сохранить, да, потому что если выключился свет, то пиши, что, чего делать. Энергозависимость полная, и чтобы представить, что тогда было, вот все выключить не на так долго, и будет все совершенно понятно. А остальное, да, также знакомиться, приходится с тем, что есть. А дети, труженики войны, да, вот у меня, я очень дорожу тем, что у меня есть три ребенка войны. Их трудно назвать, потому что я для них ребенок. Одной девяносто три года, второй девяносто, и еще одной восемьдесят девять. И вот это действительно уникальное поколение. Две из них педагоги, они у них были, и они всегда очень жизнерадостные. Они никогда не говорят о том, что болит. Они всегда спрашивают, как дела, и вот где они были, что, вот, и радуются каждому, и говорят, вы там держитесь, вы там смотрите. И поэтому это очень заражает, в общем-то, и вот это бесценно. Для меня это совершенно бесценно, что они есть, и каждый разговор, это, ну, и встречи, это очень много, много значит. Вот. А мой вот сын, да, он, ну, понятно, он уже достаточно взрослый человек, он всегда говорит, для него этот возраст, девяносто, ему кажется, но это нереально, и вообще все, что было там, это даже тоже нереально. Ну, тем не менее, мне кажется, общество потребления, многие стали, ребята, задумываться, потому что многие участвуют, например, в раздельном сборе, да, вот, чтобы утилизация, и тогда начинают понимать, что, а зачем так много вещей, потом, что с ними делать, да, зачем так вот гаджеты и все остальное. То, что то поколение очень ценило, так как его было очень мало, да, носили, донашивали и так далее. Вот. Ну, а то, что вы сделали, это просто низкий поклон вам, то, что вы этим занимаетесь и продолжаете, и ваши ребята, да, вот, оставляют эти записки, я имею в виду, записи тех, кто был, потому что это бесценно, это совершенно бесценно, и это действительно, чтобы это понять, нужно было. Спасибо еще раз вам. Мы заключаем так радостно понимать, что молодое поколение ученых и педагогов приняло эстафету старшего поколения военного времени. Фина Владимировна, огромное вам спасибо. Уважаемые участники, нас ждет впереди еще один вебинар, еще одно занятие в рамках цикла, им было всего лишь 13. Возможно ли сохранить мир детства в чудовищных условиях войны? Мы будем с вами читать повесть Ивана Владимира Богомолова, смотреть Иваново детство Андрея Тарковского, будем говорить об этих текстах. Большое спасибо, до следующих встреч. Проект «Мой дом, моя Россия» реализуется при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова